На Аризоне я играю уже несколько лет, и что-то я никогда не задумывался, сколько всего разработчики Аризоны сделали за последние годы, насколько сильно Аризона поменялась. Ну вот реально, ни один из игроков, я думаю, не задумывался никогда, как много всего поменялось на Аризоне за последние годы, какой она вообще была раньше. У меня на канале уже был ролик о том, какой была раньше Аризона, где я заходил на старый сервер Аризоны, но сегодня мы взглянем на это немного с другой стороны. Только перед этим, я надеюсь, лайк ты уже поставил, потому что без лайка видео не продолжится. Сегодня мы посмотрим, какой Аризона была раньше при помощи моего канала. Я просто сортирую видео, начиная от старых, и вижу вот такие вот видосы, это мои старые видео, ребят, смотрите, 5 лет назад видос был. Купил проект Аризона РП за 30 миллионов рублей, пранк какой-то, я снимал 207 тысяч просмотров 5 лет назад. Начнем именно с этого видео, потому что с него можно много чего узнать про старую Аризону. Ну, во-первых, обратим внимание на худ, это вот такой вот старый худ, ребят, обычный худ с GTA-шки. Сейчас же худ, сами видите, как классно выглядит, такой вот красивый квадратный радар, вот такой вот худ справа, все так классно видно и удобно, намного лучше, чем было, я считаю. Но главное в этом моменте, конечно, не худ, а то, что я нахожусь сейчас на спавне бомжей в этом ролике. И вы, ребят, все правильно поняли, спавн бомжей еще недавно находился вот в этом месте. Вот это место, ребят, отель Джефферсон, здесь когда-то спавнились бомжи, а сейчас здесь отель Джефферсон Хотел, 3 звезды. Раньше здесь не было такого бизнеса, как отель, здесь был именно спавн бомжей, вот тут где-то, по-моему, спавнились скутеры. Ну и вообще, кто играл на Аризоне хотя бы год или полтора назад, застал это время, потому что спавн здесь был совсем недавно, его только вот-вот недавно убрали. За место того спавна, вот, добавили автовокзал, и я считаю, что вот этот спавн намного круче выглядит, чем тот. Вообще, не понимаю, почему, блин, спавн был в гетто, это как-то нелогично. Вот на автовокзале это самое то. Следующий фрагмент, ребят, я бегу по центру гетто, и здесь справа от меня какое-то огромное здание. За этим зданием есть вход в подземный паркинг, и вообще, очень интересный маппинг. Вот здесь какие-то лавочки, костер горит, мусор. Сейчас же это место на Аризоне выглядит вот так. Вот эти вот синие домики на месте того огромного многоэтажного здания. Эти многоэтажные здания, это были два отеля в гетто. Сейчас, конечно, эти отели тоже существуют, вот здесь они находятся, но их перенесли просто вот в такой вот маленький домик, как бы. Вот первый отель, точнее, второй, судя по названию. И в соседнем здании вот первый. Скажу честно, раньше мне нравилось как-то больше. Все-таки вот эти здания, это стандартный маппинг, а те многоэтажки выглядели прям круто. Но единственное, что выглядело это не как гетто, а как уже нормальный полноценный город. Гетто, это же такие старенькие дома, вот типа таких как раз, как вот эти вот голубые здания. Скорее всего, этот маппинг убрали из-за лагов, или я не знаю, из-за чего, ребят, без понятия вообще. Интерьер бургершота заценим. Смотрите, даже вот такая вот загрузка текстур была перед входом в интерьер. Сейчас разве такое есть? Я прям уже очень давно не видел эту менюшку. А вот так вот выглядела инта бургершота. Обычная стандартная инта. Сейчас вот, заходим в тот же самый бургершот. Тут вообще какой-то интерьер замененный, блин. Это офигеть, я такого даже не видел, ребят. Это какой-то новый интерьер прям. Я, конечно, понимаю, что владелец может менять интерьеры, но раньше такой функции вообще не было. Вот просто один интерьер был на закусочную, и все. Сейчас же куча разных интерьеров. Владельцы сами решают, какой интерьер выбрать, какой поставить на свой бизнес. Это очень круто. Чекайте, еще что нашел. Вот я еду мимо Централ Парка, вот этого в гетто. И здесь, заметьте, ничего нет. Я просто еду по траве. Наверное, вы думаете, а что тут должно быть? Так вот же, аренда газонокосилок здесь для уборки поляны. Сажусь в газонокосилку, за 5000 арендуем, и могу кататься, вот, собирать счастливую травку, которая нужна, собственно, для крафта. Тогда этой системы вообще не было, ребят. Просто, ну, поляна была, и все. Все потому, что в те времена, по-моему, еще даже крафтов не было, ребят. А если не было крафтов, то и не было вообще аксессуаров. Никаких тебе шаров, а уж тем более магических. Никаких цепей махинатора, вообще всего этого. Вообще, сначала, когда аксессуары появились, кастомных аксов не было, ребят. Были всякие стандартные там шапочки, кепочки. Вот то, что сейчас в магазине аксессуаров продается. Всякие банданы вот эти вот. Вот, ребят, вот это раньше были стандартные аксы. Всякие вот такие шапки, блин, по 20 тысяч. Короче, копеечные. И, сами понимаете, выглядело все это, ну, вообще кринжово. Еще что заметил, смотрите, вот, проезжаю мимо вот этого здания. Блин, качество, конечно, отстой. Вот, ребят, вот это здание. И сейчас здесь находится секонд-хенд. Здесь, я думаю, понятно, что никакого секонд-хенда нет. Вот, никакого маппинга заборчика, никакой вывески секонд-хенд, ничего этого. Просто прикиньте, как мало всего раньше было на Аризоне. И всем все нравилось. А сейчас, вроде как, все есть. Уже разрабы не знают, что добавить. А им только пишут и пишут всякие гадости и недовольства. Все всем недовольны, блин. Вот еще что заметил. Вот, в видосе я еду по Вайнвуду, мимо домов. И ни у кого нет никакого маппинга возле дома. Да, ребят, вы все правильно поняли. Раньше и такой функции не было. Сейчас, вот, я на той же улице нахожусь. И просто практически у каждого дома всякий маппинг. Вот здесь два, блин, белых медведя новогодних каких-то. Куча заборов разных. Чувак просто себе обгородил весь дом. Банька, блин, стоит. Колодец какой-то. Это вообще какая-то, блин, пыточная. Короче, кучу всего тут понавтыкали, блин. Вообще, безвкусно максимально. Но зато есть такая функция сейчас на Аризоне. И вот как раньше играли без всех этих систем. И все нравилось. Я просто не понимаю. Вот, другое видео уже открыл. Чекайте. Это Инта отеля. Просто давайте глянем, как выглядят отели сейчас. Вот, ребят, это что за хоромы вообще? Посмотрите, какой интерьер. И вот раньше, ребят, просто какая-то помойка. А вот, ребят, это, кстати, тот самый отель в гетто. Я как раз из него вышел. Заметили, кстати? Катаюсь я вообще на Сабре. На какой-то вонючей тачке. Все потому, что раньше не было никаких в тебе кастомных тачек. Вот на таких все катались и были довольны. Все было классно. Никто даже не мог подумать, что какие-то кастомные машины добавят в игру когда-то. Раньше кастомные такие тачки ставили как моды. Каждый сам себе. Вот, зацените, приехал на пожар на какой-то завод. А сейчас на этом заводе аренда личного транспорта. Никаких пожаров здесь больше не бывает. Здесь вот тачки сдают в аренду все. Ну, вы все знаете это место. Раньше даже представить себе не мог, что здесь будет такое. Что вообще транспорт можно будет сдавать в аренду. О таком даже никто не думал. Это ж вот, добавили всякие кастомные фуры, кастомные самолеты с увеличенной зарплатой. И появилась надобность в сдаче в аренду транспорта. Зацените, как раньше рулетки выглядели. Вот, здесь выбираешь бронзовая, серебряная или золотая. Никаких платиновых рулеток не было. И крутишь, ребят. Вот, все. Это все слоты. XP, деньги и какая-то говновозка. 25 АЗ вот выпало. И я тогда радовался. А сейчас это копейки. Вот еще что заметил. Проезжаю здесь. И смотрите. Вот это красное здание. Ничего здесь нет. Сейчас это ломбард, ребят. В то время даже подумать бы не мог, что на Аризону в САМП добавят ломбард. Какой вообще ломбард? Зачем он тут нужен? Но нет, ребят. Оказалось, нужен. А вот, кстати, насчет тачек. Приехал я на штрафстоянку. И смотрите, какие машины тут у игроков были. Че это за корыто вообще? Видите, кстати, здесь так движок выглядывает из-под капота. Это так раньше Твин Турбо выглядел. И вот еще там маленькая надпись Твин Турбо. Вот, да, так раньше это было. Напомню, как выглядит штрафстоянка сейчас. А почему здесь всего три тачки, блин? Короче, лучше вам автобазар покажу. Ну, вы и так все понимаете. У всех кастомные тачки. Вот, парочку каких-то тут стандартных машин еще завалялось. Все остальные тупо кастомные все. Вот, чекайте, я мясовозку здесь в видосе продаю с Твин Турбо. Чувак спрашивает, сколько? Говорит, 130 тысяч дам. За тачку 130 тысяч? Чего? Я ему 200к предлагаю, ребят. 200к за машину. Сейчас чекайте. Вот, тоже мясовозку кто-то продает. Цена 4 миллиона, ребят. И это еще и без Твин Турбо. А я тогда с ТТ продавал за 200 тысяч. Вы прикиньте, как цены на Аризоне поменялись. Не, это реально капец. Вот что-что. А экономика на Аризоне очень сильно поменялась. И, наверное, не в лучшую сторону. Хотя, с другой стороны, 200 тысяч раньше это было, как сейчас, реально 4 миллиона. В принципе, все логично. По сути-то, ничего и не поменялось. Просто пару ноликов добавилось и все. А вот, ребят, зацените, как выглядела раньше логин панель. Вот такую картину видели игроки, когда заходили на сервер. Буллет какой-то затюнингованный стоит. Наверное, раньше самая крутая тачка была. Какая-то девушка машет. ЖК Аксиома, кстати, уже тогда был. Нет, ну все-таки как же много с тех пор поменялось. И я даже не знаю, когда было лучше, раньше или сейчас. Наверное, везде было хорошо по-своему. И сейчас хорошо, и раньше было прикольно. Просто раньше мы не могли даже представить, что все будет так, как сейчас. И нам все нравилось. Ну а вы, ребят, напишите в комментариях, как давно вы играете на Аризоне. И все-таки, когда было лучше, раньше или сейчас. И не забывайте, 1500 лайков и выходит новое видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok